Фельдшер-лаборант Анна Кузнецова каждый день делает анализы на ВИЧ-инфекцию. Раньше положительных проб было 10-12 в месяц, а в прошедшем августе оказалось 80. Они выглядят вот так, в желтой кружочке. Эти пробирки ждут дополнительной анализы. Только после этого поставят диагноз. Понимаете, каждый раз это человеческая жизнь. И, конечно, просто так, когда что-то выявляется, потом уже предварительно знаешь, что это или женщина беременная, или это чей-то сын наркоман, или еще кто-то. Конечно, мы не видим пациентов, но душой за них переживаем и болеем. Станислав один из тех, у кого проба оказалась положительной. Своё лицо он не хочет показывать. С этим диагнозом живёт несколько лет. Заразился через иглу, но это всё в прошлом. Сейчас у Станислава налаженная жизнь. Он женат двое здоровых детей. О диагнозе я узнал в 2004 году, имея разных половых партнёров, в смысле женщин. И ещё наркотики были в моей жизни. Поэтому для меня это не стало каким-то шоковым состоянием. Но жизнь так или иначе продолжается. В Центре Антиспид ежемесячно выпускает вот такой, как его здесь называют, спидометр. Цифры страшные. Количество лепчан, у которых обнаружена ВИЧ-инфекция, увеличилось в четыре раза. Врачи уверены, это всё из-за синтетических наркотиков. Синтетических колют 10-12 раз в день. И поэтому, конечно, вопрос решать о том, что безопасное введение наркотиков, для них это нереально. Потому что они даже не помнят, когда, кому, что они вводили. Второй момент. При использовании и употреблении синтетических наркотиков расслабляется либидо. После того, как дома оказались буквально изрисованной рекламой синтетических наркотиков, в регионе активизировали с ними борьбу. Прошли акции, сообщили, где торгуют смертью. Но наркодилеры весьма изобретательны в своей работе. И человек сам должен понять, чем это грозит. Моя жизнь сегодня, она полноценная. И я не вижу для себя никаких преград. А людям просто, ну, просто не опускать руки, верить в то, что будущее, оно есть. Антинаркотические компании в Липецке хоть и проводят регулярно, но эффекты они дают лишь спустя какое-то время. А пока в лаборатории центра Антиспид продолжают видеть жёлтые кружочки. Татьяна Ермишина, Олег Голобоков, ТВК Новости.